Меня зовут Иван. Как определить свой тип мышления и как из этого извлечь пользу? Что с этим делать и как применять информацию, о которой мы сегодня рассказали? Дорогой Иван, тип мышления можно узнать у психиатра. Я сейчас шучу и не шучу. На самом деле, конечно, главный наш способ диагностики – это клинический. Мы сейчас разрабатываем, я возглавляю высшую школу методологии, проводим очень большое исследование, где мы тестируем целый набор самых разных методик, которые позволяют уже сейчас достаточно четко выделять и тип мышления, и психический тип. Дело в том, что я вам рассказываю это как про одно и то же, но тут еще много таких факторов, привносимых к жизни. И у нас могут наши психические типы, про которых еще Павлов говорил, и про наши интеллектуальные типы. Это такие две силы, я их вам сливаю в одну, чтобы сильно не путать, но мы научились уже выявлять и то, и другое. Сейчас проходит большая система апробации этих тестов, и мы в скором времени уже запустим сначала предварительную такую тестовую версию, а после этого мы сделаем уже такую полноценную онлайн-платформу, которая будет позволять вам не только проходить этот тест, но ваши близкие, друзья, знакомые смогут проходить этот тест, вы будете получать рекомендации, как вам правильно взаимодействовать, вы будете понимать, почему вы не понимаете друг друга и так далее. Мы сейчас разрабатываем очень большой массив материалов, которые, как нам кажется, должны существенно улучшить качество взаимодействия между людьми с учетом вот этих знаний. Но я вам должен сказать, что почувствовать, как видит мир другой человек, крайне сложное дело, и почти оно находится за грани фантастики. И что мы сделали? У нас есть, как вы знаете, в Академии смысла три ступени. Первая – красная таблетка, вторая – чертоги разума, и третья – троица. И вот троица сейчас идет уже второй поток, уже технология вся разработана и используется. Я вам должен сказать, что это дико интересная штука, когда упражнения, которые я придумал, и они там их делают, они позволяют, по сути дела, сталкивать разные типы мышления, и представители трех разных типов обнаруживают, что хотя им казалось, что они говорят про одно и то же, имели дело с одним и тем же, и это вообще им очевидно, как белый день, это вообще по-другому для другого. И вот это столкновение и прояснение этих способов позволяет существенно расширять интеллектуальный репертуар, который позволяет собирать сложные интеллектуальные объекты, составляющие наши модели реальности, все более и более масштабными и тяжелыми. Тяжелыми в хорошем смысле. Тяжесть интеллектуального объекта говорит о том, что большое количество нервных связей включено и обеспечивает эту интеллектуальную деятельность. Поэтому вот мы рассчитываем на такие плюсы.